всем привет девчонки сегодня делала зачистку опять же хочу сейчас вам показать к примеру у меня была вот такая вот пудра от ингрид показываю почему пустую упаковку пудра сама у меня есть она идет шариками но вот эта сама упаковка стала непригодна вот именно вот этот ободок весь потрескался трещинки такие они не дают закрыть хорошо саму пудру и эту пудру шариками я пересыпала вот видите что творится вот ободок отвалился у меня была вот такая вот пудра от руби rose давно уже я как-то покупала ее я ею пользовалась но у нее истек тоже срок годности и сама упаковка мне в принципе пригодилась она довольно таки конечно большая сама баночка идет пластиковая крышка железная и мне очень нравится сама упаковка поэтому я в принципе рассыпчатую пудру брала еще девчонки я хочу показать вот такую вот вещь это у меня от изабель дюпонт если я не ошибаюсь был матирующий мусс он был неплохой мне очень нравился я одно лето ему пользовалась каждый день оттенок у меня был по моему не самый светлый потому что как раз подходила мне на лето текстура у него такая шелковистая очень не нравилось это средство сейчас очень стала подчеркивать пора на лице какие-то недостатки раньше такого не было я обратила внимание уже только после того как стала опять же им пользоваться что срок годности истек это конечно моя ошибка моя оплошность как-то так ее взяла пропустила так что девчонки тоже обращайте внимание на это я делаю каждые полгода зачистку но не всегда бывает такое вот какое-то настроение я бывают забываю об этом поэтому вот такое вот у меня и произошло еще девчонки у меня есть вот такая вот кисть обычная кисть для теней от oriflame я ее когда-то уже давно давно заказывала я не знаю 2000 может быть четвертом году ну где-то так вот тоже ей уже лет просто лет она уже стала колодца хотя она синтетическая была и такая вот нежная нежная она мне очень радовалась и можно было как и растушевывать так и наносить тени общем кисть была хорошая но ей уже просто много лет поэтому она отслужила свою девчонки выбрасываю вот такую вот подводку это подводка карандаш фломастер как угодно так называйте вот видите что с ней произошло здесь самом колпачке еще такой вот колпачок который фиксировал закрытие чтобы не погнуть вот сам кончик кончик острый все рисует также остро но он быстро высыхает и поэтому нужно как-то встряхивать нужно обновлять нужно несколько раз наносить веки очень шкаря боятся из-за этого вы получите трети 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 она была довольно таки стойкая эта подводка если я не сказала эта подводка от эвелин девчонки еще выбрасываю вот такую вещь это консилер под глаза от эйвен он идет с кисточкой в общем я давно его хотела и не покупала его смешно конечно но не покупала не из-за того что там высокая цена на него была или что-то я просто сомневалась я думала во первых боялась прогадать с оттенком во вторых думала что мне он не подойдет просто по текстуре своей и действительно это оказалось так и я слышала уже после того как приобрела что многим он не подходит практически всем из-за его плохой текстуры потому что он ложится просто я не знаю как вам продемонстрировать он хорошо выкручивается механизм у него хорош если кистью растушевывать это все на руке еще куда не шло еще как-то более-менее это она быстро как-то так хватается что ты чувствуешь потом его на коже как маску вот он светлого оттенка я его заказывала на зиму и вот он у меня всю зиму провалялся девчонки я им даже ни разу не воспользовалась если растирать руками то получается следа никакого даже не остается если вы просто вот так вот взбивающими движениями наносите под глаза то получатся такие проплешины как-то он скатываться начинает в общем не советую абсолютно и еще вы выбрасываю вот эти два блеска один у меня от меря он конечно у меня немножко в белую пленочку скатывается вот именно внутри губы и 2 меня от color trend тоже неплохая вещь но он мне если честно очень напомнил помаду которая у меня есть от oriflame вот это ихняя новая серия очень похож оттенок вот такой вот оттенок это оттенок помады oriflame которая мне пришла можно сказать недавно а это блеск понятно немножко нежнее идет но оттенок честно вам скажу он немножко блеск идет перламутровый также как и помада и смысла не вижу держать их вместе потому что мы все равно я этим блеском уже давно не пользуюсь и выбрасываю вот этот блеск держала держала конечно но вот не пользуюсь и все вот как меня запах изначально оттолкнул все вот именно это вонь которую я просто не могу переносить раньше пользовалась частенько именно блесками от эвелем никогда такой отдушки я не чувствовала у них и просто вот взяла доверилась но теперь буду проверять лишний раз и дальше я еще тоже нашла некоторые вещи которые мне в принципе уже не нужны у меня как-то вкусы поменялись это к примеру вот бальзамы я им пыталась дать второй шанс ну как-то не знаю меня еще больше они нервировать начали как я уже и говорила что оба эти бальзама не дают никакого увлажнения ничего они не дают этот красный оставляет пигмент на губах и он сушит слишком губы этот пигмент и розовый вот этот бальзам он тоже не дает никакого увлажнения и оттенок он дает немножко розоватый как-то в принципе не знаю смотрится мертвецкий на губах я пыталась к нему приноровиться ну вот все уже терпения нет и не хочу и вот такой вот бальзам от эйвен он идет со сплошными блестками я уже тоже его показывала в своем видео про бальзамы увлажнение он дает неплохое губам но вот эти блестки мне кажется выглядят они по-детски вот этот бальзам для губ недавно приобретенный но как оказалось этот бальзам такой же как и который у меня был от зеленой аптеки такой же самой баночки но у меня был с медом и и с чем-то еще тоже был неплохой но вот этот привкус вазелин в перемешку с отдушкой которую добавляют сюда мне потом со временем как-то начало даже тошнить от этой смеси эта смесь немножко все равно попадала ротовую полость и это влияло на вкус я этот вкус запомнила и когда я нанесла вот этот бальзам я поняла что нет я им пользоваться не смогу а так увлажняет неплохо запах здесь такой кислой кислой вишни мне очень понравился но вот из-за того что здесь присутствует вазелиновая основа и может быть что-то еще добавлено не знаю может быть это не вазелин так именно влияет может что-то другое но все равно пользоваться им не могу и еще у меня был как-то я показывала вот такой вот парфюм идол дармани в общем я им долго пользовалась я пользовалась зимой этим ароматом он немножко такой знаете унисекс он очень тяжелый немножко присутствуют мужские ноты я пользовалась и мне нравилось на тот момент но как-то перегорела у меня еще вот такое средство точечного применения такого крем маскирующий крем в общем от oriflame pure skin я не могу им пользоваться и не хочу мне не нравится его сама текстура так как он распределяется так как он наносится в общем не нравится не нравится и еще и вот такие вот лаки от oriflame которые мне не подошли я не могу ими пользоваться потому что очень плохо наносится они полосят тоже не знаю может быть предложу кому-то может быть выброшу потому что я не пользоваться не хочу еще вот такие вот средства для губ в этот раз я много средств для губ отдаю и выбрасываю не потому что они плохие срок годности закончился нет а потому что как-то у меня уже не знают перегорела этот я буквально вот только недавно я покупала его и от эвелин тоже я недавно покупала этот гель блеск гель помаду этот я тоже недавно получила но вы все знаете что вот этот блеск от эйвен мне как-то не очень понравился потому что он очень холодит и мне это не нравится помада тоже от oriflame она у меня в коралловом оттенке этот оттенок не очень нравился но этот оттенок оставляет пигмент на губах и я не могу с этим смириться мне последнее время вообще перестал нравится такой вариант у меня губы сразу становятся тонкими какими-то потому что они высыхают очень сильно и я не могу смириться с этим фактом они потом у меня шелушатся облазят очень сильно поэтому я не избавляюсь от таких блесков и помад которые оставляют пигмент вот эти именно все блески и вот это вот помада оставляют пигмент на губах вот этот оттенок конечно вообще мне просто именно он меня покорил я им довольна была и запахом и всем остальным но то что он оставляет жутко ядреный пигмент я потом даже не не смогу избавиться от этого пигмента с руки и такой красный блеск от colorama такой нежный красный оттенок они могут вам казаться все одинаковые но в принципе оно так и есть здесь присутствует в каждом оттенке такой вот именно такая какая-то добавка наверное которая оставляет пигмент поэтому они между собой схожи покажу еще вот такой вот оттенок я по-моему просто не показывала даже видео этот оттенок как он смотрится на губах он темнее чем все остальные соответственно он не оставляет пигмент но его вот этот холодок честно вам скажу он даже сейчас холодит мне руку и я считаю это не нормально потому что кармакс когда наносишь на кожу он не холодит тебе кожу он холодит именно под зону губ все я на коже не ощущала никакого холода а этот блеск настолько ядреный что он холодит даже руку я вообще в принципе хотела пересмотреть все карандаши которые у меня есть не всеми я пользуюсь я думаю эти оставить этот я говорила что он плохо рисует рисовать только на бумаге вот этот неплохо наносится на глаза но у меня пришел практически такой же оттенок от эйвон и мне он получается не нужен и эволайн у меня тоже такой коричневый оттенок он мне тоже нравится но у меня есть тоже от эйвон подобный оттенок и еще так быстренько покажу вот такие две кисточки я их хотела показать в пустых баночках но не вижу смысла в этом они просто уже отслужили свое я очень рада что они мне служили они меня выручали они хорошего качества синтетический ворс одна кисть для пудры у меня была другая для румян и здесь просто ручка уже вот потрескалась как-то ну вид уже не тот и здесь уже все постиралась уже начинает ручка шататься сама я конечно же их выброшу потому что им уже просто много времени у меня есть конечно же уже замены в принципе вот это вот кучкой и вся что я хотела вам показать опять же вам советую также проводить ревизии есть если вы чем-то долгое время не пользуетесь не думаете ну вот ну ну может быть ну 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 еще дам шанс нет сразу лучше отдайте в хорошие руки чем она будет у вас лежать пока не закончится срок годности откажитесь от одинаковых продуктов не держите это все понятно это деньги которые вы потратили это ваши заработанные деньги за которые вы покупали это все но вы отдаете каким-нибудь родственникам подругам друзьям я считаю в принципе это неплохо в общем опять кучу всего наговорила я надеюсь вам видео понравилось если понравилось ставьте пальчик вверх ну все как обычно подписывайтесь всем до новых встреч до новых видео и пока пока